Буэнос-Айрес! Сегодня хочу вам показать конструкцию углодержателя буквально из говна и палок. Я пользуюсь вот такими нарядными, но это целый геморрой. Искать этот полистирол, выстругивать их, и потом их много не сделаешь, они громоздкие. Есть альтернатива, ну, которая сама собой напрашивается. Вот она. В общем-то, это обычный перфорированный уголок за 22 рубля из хозяйственного магазина любого. И прикрученный к нему вот так вот скотчем или жвачкой, как хотите. Брусочек. Сейчас покажу, зачем брусочек. Дело в том, что я видел очень много ребят, клеют просто с помощью уголка. Но тогда проблема есть, потому что сверху не сделаешь шов. Ладно, сейчас все покажу, проще увидеть один раз. Вы, наверное, видели уже тысячу раз, вот так выглядят мои углодержатели на аквариуме. Я вот сейчас баночку собираю как раз. То есть, эдакая конструкция, которая вешается на стекла и прижимается струбцинами. Это толстый полистирол, тут почти сантиметр. И струбцинками вот так прижимаются стекла. Таким образом, они никуда не раздвигаются. То есть, вот я выставил сейчас дно и две стенки, оно у меня все стоит. Сейчас покажу на другом конце стекла, вот другую боковушку буду ставить, покажу вот эти альтернативные, да, назовем их так. Вот, как-то так. Теперь, что касается настройки, да, чтобы настроить вот эту плоскость, мы крутим эту струбцину. Отпускаем и выравниваем. Ну, как-то так. Аккуратненько затягиваем, смотрите, чтобы струбцин не съезжал, потому что, когда затягиваешь струбцину, она наклоняется, тянет за собой вот эту херню и стенку уходит. Вот. И, соответственно, чтобы настроить вот этот вылет, у меня тут как раз вот двушка уже есть, вот этот зазор, надо отвинчивать вот эту струбцину. Такие дела. И плюшка-то в чем? Ну, ладно, я сейчас буду клеить, еще покажу. Ну, а суть в том, что если бы мы просто взяли вот эту струбцину без брусочка, да, блин, я рассказываю так, как будто вообще Америку открыл. Ладно. Если бы просто взять уголок, ты его прижмешь вот сюда, и когда будешь закачивать, то ты снаружи не сможешь сделать шов. То есть он у тебя тут будет везде красивый-красивый, а тут герметик приклеится к этой, ну, к металлу. Ну, и фуфло получится, в общем. А здесь есть возможность подлезть носиком или шпателем и сформировать тот шов. Ладно, я сейчас буду еще клеить и покажу этот момент. Ну, вот то, о чем я говорю. Я сейчас докачиваю шов. У меня снаружи выходит герметик, но при этом он не приклеивается к металлическому этому самому уголку. Сейчас я докачаю остальные швы и покажу, как я буду формировать снаружи. Я докачал все швы, значит, сейчас делаю вертикальные швы снаружи. Предварительно я их опрыскиваю моющим средством. Беру вот такой широкий носик отрезанный и очень сюда нарядно подлезаю и формирую шов. Примерно так. На сегодня это все. Надеюсь, эти штуки вам будут полезны. Мне самому, в общем-то, пригодились. Сейчас много заказов маленьких. И мне вот эти вот мои модные струбцины, угловые их не хватает. Поэтому пользуюсь вот такими. В общем, 22 рубля и вопрос решен. Если вам понравился видос, нажмите лайк и подпишитесь, наконец, уже ко мне в группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Ладно, увидимся в новых видосах. Пока.